В Тверской области почтили память воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия прошли в деревне Плоское Бельского района. Митинг-реквием посетили десятки человек, среди которых поисковые отряды и объединения, ветеранские организации Тверской области, жители Бельского района. С места событий Никита Васильев. Бельский район Тверской области. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли одни из самых ожесточенных сражений. Боевые действия велись с середины июля по октябрь 1941 года и с февраля 1942 по 10 марта 1943. 20 месяцев почти непрерывных боев, более 30 тысяч погибших, три десятка братских могил. Здесь, на Бельской земле, сражались солдаты самых разных национальностей. Ежегодно на эти земли приезжают поисковики со всей страны, но их вахта закончится еще не скоро. Один из таких поисковиков – руководитель кемеровского поискового отряда «Гранит» Роман Пономарев. В Бельский район он приезжает уже восьмой год подряд и каждый раз визит туда, где сражались его земляки, становится для него особенным событием. Работаем мы здесь по местам боевых действий сибирских дивизий, в частности 150-й стрелковой дивизии, которая была летом 1942 года сформирована на станции Юрга Кемеровской области, на тот момент Новосибирской. Здесь у нас уже за такое время практически как второй дом образовался лагерь, у нас находится на месте расположения как раз 649-го стрелкового полка этой самой дивизии. В ходе вахты этого года поисковикам отряда «Гранит» удалось поднять 23 бойца. Память этих и других воинов по традиции почтили в ходе митинга близ деревни Плоское Бельского района. Здесь, на мемориале славы воинам сибирикам, покоится более 12,5 тысяч погибших солдат. Подавляющее большинство – воины сибирики 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса. В ожесточенных боях на Бельской земле сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс». Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Сегодня Белые по праву носят звание «Город воинской доблести». Здесь ведется большая патриотическая поисковая работа для того, чтобы подвиг воинов-сибиряков всегда оставался для нас и будущих поколений высоким примером служения Отечеству. Низкий поклон воинам, защитившим мир и свободу нашей Родины. Вечная слава героям, павшим на полях сражения Великой Отечественной войны. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Памятные мероприятия в честь воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, по традиции завершились возложением цветов к братскому захоронению.